Белорусская столица уже готовится к зимним праздникам. В Минске начали монтаж новогодних елок. В этом году главный символ нового года появится на 27 площадках. Главную же по традиции установят на Октябрьской площади. Впрочем, праздничная атмосфера уже чувствуется в городе. Преобразились витрины магазинов, а отделы с новогодними игрушками заполнились покупателями. Как изменится столица в ближайшие дни, знает Антонина Станкевич. Тяжелые, но основательные металлоконструкции, надежные болты и шурупы пока что будущий новогодний символ выглядит не очень привлекательно. Но это временно. На следующем этапе металлический каркас украсит хвойными лапками, а после появятся игрушки, светодинамические конструкции и гирлянды. Новогодние деревья появятся на 27 площадках уже к 15 декабря. Все должно быть готово, поэтому работы начинаются еще осенью. Одним махом больше двух десятков елок мы не поставим. Каждой елке, чтобы ее установить, это надо и техника, и люди, и это не день работы. Поэтому до часа мы не можем все это по мгновению, палочки сломали, стали все, елки установить. На это надо выезжать. Поэтому есть график утвержденный, и мы начинаем как можно попозже, но в то же время, чтобы не создавать аврала в работе и качественно все это сделать. 33 метра над уровнем Октябрьской площади именно в центре города по традиции установят главную елку страны. В этом году ее украсят не только традиционные стеклянные шары, но и светодинамические украшения. По сути, это конструкторы с пайеток, которые играют при дневном освещении и плоскими игрушками. Для оформления главного символа Нового года выбрали холодные зимние оттенки с вкраплениями красного, желтого и насыщенно бордового. Очень важно не повториться. Очень важно внести что-то новое. Очень важно, чтобы восприятие гостей столицы, меньшан, было светлым, добрым и волшебным. Безусловно, опирались на традиционные, на традиции белорусского народа. В этом отделе также кипит работа. За полторы недели шевьям нужно отшить почти 8 тысяч разноцветных флажков. Небольшие лоскутки, примерно 40 на 40 сантиметров, это будущий гобелен на здании педагогического университета. Синий, зеленый, бордовый, всего 12 оттенков и цветов. Детали создадут играющее на ветру полотно. Изначально дизайнеры делают картинку, она согласовывается в исполкоме, одобряется и потом раскладывают в специальной программе, разбивают на цвета на квадратики и выдают нам в работу. Количество флажков, цвет и мы начинаем шить. Пересмотреть буквально каждую лампочку до 15 декабря. На предприятии Мингорсвет тоже активно готовятся к Новому году. Хотя работа здесь началась еще 1 января, шутят мастера и инженеры. Разноцветные гирлянды, стробоскопические лампы, диодные ленты, полную иллюминацию в Минске включат в ночь с 24 на 25 декабря. Праздничное настроение невозможно и без световой иллюминации. Для того, чтобы город загорелся разноцветными огнями, только одних гирлянд в этом году специалисты используют более 60 километров. А этого хватит, чтобы полностью охватить всю кольцевую дорогу. И еще останется 5 километров в запасе. Предпраздничную атмосферу уже создают и в других общественных местах. Самыми популярными в крупных магазинах и торговых центрах становятся отделы с новогодними игрушками, сувенирами и подарками. А витрины магазинов напоминают прохожим о том, что скоро Новый год. Антонина Станкевич, Юрий Тихонович, Агентство теленовостей.